Здравствуйте, уважаемые зрители! И в этом видеообзоре мы поговорим о том, почему капитуляция России неизбежна. В конечном итоге войска Российской Федерации будут полностью разгромлены в Украине, что фактически мы наблюдаем от начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Только если ранее Россия начала свою демилитаризацию и потеряла фактически всю профессиональную армию вместе с самым новейшим российским вооружением и техникой, то теперь дело дошло до того, что Россия уже не в состоянии сдержать украинское контрнаступление на ранее оккупированных российской армии украинских территориях и теперь пытается замедлить контрнаступление ВСУ за счет только что мобилизованных солдат или же мобиков. Дело даже дошло до того, что и мобиков вооружать уже нечем. И дело тут уже не только в поставленных древних танках Т-62 и Т-55 вместо более современных АБТ в российской армии. Дело дошло до того, что все чаще на освобожденных от российского оккупанта территориях вооруженные силы Украины все чаще стали находить различные музейные экспонаты и в частности винтовки Мосина. Вдумайтесь только, образца 1891 года. Да-да, вы не ослышались. Это именно те винтовки, которыми еще Российская империя воевала в Первой мировой войне. Потом их использовала СССР и они по-прежнему сохранялись на складах России. И вот теперь в современной российско-украинской войне, уже так называемая Вторая армия мира начала массово выдавать эти винтовки российским мобилизованным. Видимо, это и была цель российской демилитаризации, объявленной российскими властями при вторжении в Украину. И теперь весь мир наблюдает результат этой войны. Результат демилитаризации России на примере тех же винтовок Мосина в российской армии. Вот к примеру, Третья отдельно штурмовая бригада ВСУ зачистила очередные позиции российской армии в украинском контрнаступлении. Среди трофеев были и пулеметы, и автоматы, а также, как оказалось, и винтовки Мосина. Вот одна из них, боец ВСУ показывает ее. Любые комментарии тут будут уже лишними. Все и так предельно понятно. Россия с каждым днем войны превращается не во Вторую армию, а в Первую армию мира только по отсталости. Потому что таких винтовок на вооружении стран в мире, наверное, уже даже и не осталось практически. Все перешли на что-то более новое. Сам факт воевать в 21 веке в современной войне оружием Первой мировой войны, ну звучит как-то дико, не правда ли? Но это ведь Россия. Что тут сказать? Отсталая Россия с ее аналоговнетами и прочими фейками российской пропаганды. Вот эти фейки и привели российскую армию к винтовкам позапрошлого столетия. Пока по российскому телевидению россиянам рассказывают про очередные аналоговнеты, пока российская власть лужет и вешает своему населению очередную лапшу про супер достижения российской науки и техники, про то, как чуть ли не весь мир обогнали, и как НАТО боится российских разработок, российской армии и оборонки, пока на России создают мифы, каких корабли бороздят просторы космоса, а танки Армата где-то там уже чуть ли не на фронте, показывая их фото и видео, а также демонстрируя такие же, как и Армата, очередные российские аналоговнеты, реальность для россиян оказывается более суровой, чем эти сказки российской пропаганды. Потому что вместо армат россияне получают древние танки Т-62 и Т-55 и даже Т-54, а пехоте выдают винтовки Мосина позапрошлого века. Не исключено появление на полях сражений снова танков Т-34, которыми СССР воевал во Второй мировой войне. Как становится понятно, Россия уже докатилась до использования такого древнего оружия, и это не предел. Естественно, это одна из причин, почему разгром России в российско-украинской войне неизбежен. Ведь воевать таким оружием против современного украинского и западного в том числе, ну, это самоуничтожение России и россиян, по-другому не назвать. И результат будет именно такой. Это разгром России. И это более чем понятно уже фактически всем, даже на самой России, и не только властям, но и населению тоже. Но так было не всегда. Ведь изначально Россия готовилась к войне, подготавливала технику, вооружение и в целом армию. И, казалось бы, мощь российской армии перед вторжением была настолько велика, что большинство стран мира не давали Украине и двух недель, а многие и одной недели. Тысячи более современных танков, бронемашин, авиация, все у России было больше в разы в сравнении с Украиной. И всего этого Россия лишилась менее чем за полгода войны. А через год в ход пошли уже те же винтовки Мосина. Давайте теперь рассмотрим, как это было в историческом аспекте, чтобы лучше показать, как происходила демилитаризация России, как она происходит сейчас и что будет дальше. Почему капитуляция России неизбежна? Итак, начнем. Ранее весь мир стал свидетелем, как войска Российской Федерации сначала начали концентрироваться в округ Украины. А когда Россия сконцентрировала почти всю свою армию, она начала полномасштабное вторжение. 24 февраля 2022 года войска Российской Федерации вторглись в Украину. Украине пришлось встречать агрессора с тем, что у нее было. На тот момент западное оружие в Украине практически полностью отсутствовало. А многократное превосходство российской армии по численности, количеству вооружений и техники означало, что украинцам предстоит долгая партизанская война против оккупанта. ВСУ не могли сдержать у границ нашествия такого количества армий, и так вышло, что приходилось отступать, а потом и контратаковать. Но и российские армии растянулись на огромной длине образовавшегося фронта продолжительностью до 2000 километров. 140 миллионов российского населения против 45-ти украинского. Это означало, что мобилизованные резервы у России в более чем три раза выше. При этом в классической военной теории, основанной на практике многих войн, наступающие войска всегда несут в три раза большие потери, чем обороняющиеся. Украинская армия на момент вторжения имела численный состав около 200 тысяч человек. Российская армия напала группировкой в 250-300 тысяч человек. Также звучали цифры 330. При этом повсеместное яростное сопротивление украинцев не давало возможности наступать российской армии вглубь Украины, захватывать и удерживать города, потому что каждый город и поселок отнимал у российской армии дополнительные силы, которые могли участвовать далее в наступлении. Это означало, что наступать такими силами на Украину было глупо даже с военной точки зрения. Но Россия пошла на это. Возможно, военные Российской Федерации делали ставку на быстрое взятие Киева, после которого все остальные области страны и города должны были сложить оружие и сдаться. Именно с этим было связано то, что основные силы от 70 до 120 по разным подсчетам, тысяч военных, были кинуты именно на Киев. В планах расистов было взять столицу за два дня, а на третий день провести парад на Центральной площади Украины, в городе Киеве. Колонны оружия и техники с войсками следовали с Беларуси, на Киев иногда их длина составляла 65 километров и более. Небывалые ранние масштабы, а через Сумы и Чернигов к столице двигались самые элитные части российской армии. Началась битва за Киев, битва за Украину. Нельзя сказать, что она была только вокруг Киева и рядом. Хотя, да, войска Российской Федерации пытались окружить столицу. Отчасти им даже удавалось отрезать Киев от Западной Украины. Зайдя с севера и взял под контроль железнодорожные и автодорожные пути. Диверсионно-разведывательные группы ДРГ проникали в город. Очень часто группы эти были оснащены бронетехникой, устраивали бойню прямо в городе, в том числе и с использованием танков. Хотя в целом основные бои шли на подступах к городу. Настал даже момент, когда всем желающим жителям в Киеве начали выдавать оружие, автоматы. Так началась народная война против агрессора-оккупанта. И подобное было в большинстве городов Украины, на порог которых вступил агрессор. Подготовленной обороны Киева со стороны Беларуси почему-то не было. Она отсутствовала. А вот на левобережье у города ВСУ готовились отбивать атаки. Как итог, Россия на севере на правобережье увязла в боях. Местность там позволяла вести партизанские бои. Лес, реки, каналы, озера, болота, разливные луга и так далее. Попытки захвата аэродромов рядом с городом у России провалились. ВСУ передислоцировали в спешном порядке артиллерию и спецназ. А сформировавшаяся терроборона города начала обустраивать кольцо обороны вокруг столицы. Военные Российской Федерации уперлись в оборону города и понесли значительные потери. Особое внимание заслуживает тот аспект, что запас хода российских танков был в среднем 400-500 километров. Это если говорить по шоссе. А они очень много ехали по пересеченке, по различным дорогам областного значения. То есть не по прямой, а все время маневрируя. В общем, пока дошли до Киева, более половины топлива танков и в целом бронетехники было истрачено. И получается, что этим танкам хватало топлива для обороны приблизительно на несколько часов работы двигателя основного танка. Это если брать Т-72 и Т-90, к примеру. Дополнительных силовых установок в этих танках нет. Поэтому в любом случае для обороны или наступления танками у него должен был работать основной двигатель. Даже если танк находился просто в обороне. Аналогичная ситуация была и у танков Т-80, которыми были оснащены самые элитные части Российской Федерации. Таманская, Кантемировская, там были как раз именно Т-80У, Т-80БВ и так далее. Эти танки по факту газотурбинные, тратят топливо фактически в два раза больше, чем обычные танки. Там около двух раз. 1,6-1,8 раза. Если лопатки турбин целые и расход топлива относительно нормальный. Дизель дополнительных установок на этих танках также нет. То есть фактически этим танкам, дойдя до Киева, уже не было чем воевать. Им требовалось топливо. Украина использовала это. Потому что враг, дойдя глубоко вклинившись в украинскую территорию и упершись в оборону города Киева, потратил все свое топливо фактически. А колонны снабжения уничтожались силами специальных операций и террабороны Украины. Таким образом, у российских передовых частей, которые дошли до Киева, уже не было топлива, которым можно было воевать. И большое количество танков было просто-напросто брошено. И не только танков. Имеется в виду техники войсковой в целом, передовых частей, которые наступали на Киев. И не только на Киев. Нужно отметить, что Россия напалась зимой, когда почва была очень твердая. Ее несущая способность позволяла проходу техники. Но уже буквально через две недели началась оттепель. И российские танки, которые наступали на Киев, начали просто грузнуть в пахотных полях. Все дело в том, что эти танки, ходовая их, предназначена исключительно для песчаной местности. Но никак не балатистой и никак не почтой с низконесущей способностью. Дело в том, что сквозных отверстий в траках гусениц у этих танков нет. И они под давлением массы танка, наезжая на глинистую или сильно увлажненную почву, полностью забиваются грязью. Становятся как на лыжах, фактически. Гусеница начинает прокручиваться, и танк зарывается. Фактически в пахотных полях, обычных полях, российские танки полностью загрузили. Вот это фото как раз иллюстрирует, как погода и оттепель помогали. В подобной ситуации мог проехать и был создан для таких условий, условий длинистой местности, только танк Т-64. Он имеет узенькие каточки и огромные сквозные отверстия в ходовой части, в траках гусеницы. Именно поэтому при наезде на увлажненную почву, лишняя влага через эти отверстия поднимается вверх, и танк свободно цепляется за более твердую почву. В Украине это хорошо знали, поэтому для обороны использовался Т-64. Кроме того, в отличие от Т-80 и Т-72 и Т-90, У Т-64, а также у Т-80, у Д, а еще раз напомню, это как раз те танки, которые производились только в Украине, и Россия без Украины не могла их использовать после развала СССР. Так вот у этих танков, у всех, 64 в частности, имеется штатная дизель-генераторная установка, которая идет одним моноблоком с основным двигателем. Это означало, что украинские танки в обороне могут работать на дизель-генераторах и тратить минимум топлива. Поэтому его хватало в случае чего и для обороны, и для вылазок для контрнаступления. Это было неоспоримым преимуществом украинских танков, которые, кстати, в отличие от российских, могли свободно двигаться по полям, потому что их ходовая была создана как раз для условий Украины. Глинистой местности, черноземов, болот и так далее. В общем, когда военные Российской Федерации уперлись в украинскую оборону у города Киева и понесли значительные потери, дальнейшие бои привели к тому, что ВСУ начали наступать и пытались взять российскую армию в окружение. Но понимая это и не имея возможности сил и средств наступать далее, а также понимая, что передовые части Российской Федерации уже находятся в оперативном окружении и до полного котла рукой подать, российская армия начала свое бегство из севера Украины. Сначала с Киева, а потом из Черниговской, Сумской области. А на левом берегу украинская подготовленная оборона справилась с задачей и остановила агрессора на подступах к городу. Потери России были ошеломительны. Блицкрих российской армии провалился. Причем автору это стало понятно еще в первый же день войны вечером. Уже было ясно, что что-то пошло не так. У россиян, несмотря на сказки российской пропаганды, Киев держался, Харьков стоял, Сумы, Чернигов, Николаев, Запорожье, Донбасс тоже держались. Все эти рубежи обороны держались, хотя порой были под угрозой окружения или полностью в окружении, как, например, Сумы и Чернигов. Но оборона продолжалась. Российские войска зашли слишком далеко и не контролировали все дороги и территории. Украинцы, зная местность, могли передвигаться по местности и наносить удары прямо в тылу российской армии. Колонны войск, колонны снабжения, все подвергались засадам и уничтожению. Потерям техники, оружия, солдат. В общем, везде, где российская армия наступала, она встретила жесточайшее сопротивление украинцев и, как следствие, огромные потери. Именно в первой так называемой волне Россия потеряла свои самые элитные военные части, самые профессиональные военные кадры. А вместе с ними и технику. Наступать на всю Украину уже было нечем и неким. А Украина, наоборот, начала теснить врага везде, где только можно было, нанося ему при этом тяжелейшие потери. Именно тогда началось российское масштабное, так называемое, плановое отступление со всего севера Украины. Потому что, фактически говоря на военном сленге, Россия получила в Украине мощнейший разгром и большие потери в солдатах и технике. Именно тогда весь мир увидел, как украинцы мастерски разгромили вторгшиеся армии Российской Федерации в Украину. Российские войска атаковали Украину с севера, в том числе с территории союзной для Российской Федерации Беларуси. Атаковали Украину с востока и юга. Везде, где была совместная российско-украинская граница, везде началось наступление российской армии. Так же, как мы уже сказали, с Беларуси и на море, Азовском и Черном. Украинцы вступили в бой против российского агрессора и выиграли. Потом за отступлением России с севера Украины будет плановое отступление россиян с острова Змеины в Черном море. То есть Россия даже битву за остров проиграла, хотя у Украины фактически-то и флота не было. Миф россиян о второй армии мира был развенчан. Украина уверенно громировала оккупанта, и он везде начал откатываться назад, особенно после того, как в Украину начало поступать западное вооружение. Последовало очередное плановое отступление российской армии из Николаевской области, где военные Российской Федерации так и не смогли захватить южноукраинскую АЭС. Наступали в том направлении, но были уничтожены. Битву за Николаев Россия также проиграла, так и не сумев захватить этот южный город. Началась битва за Херсон, а на северо-востоке за Харьков и всю Харьковскую область. Ведь все оставшиеся силы российские военные сконцентрировали на юге и востоке Украины. Попытались завладеть Донбассом и югом Украины. Освободив север, у Украины появились резервы, которые можно было также направить на юг и восток. При этом Украина начала получать западное вооружение. Сначала это были в основном американское противотанковое оружие, как правило, ручное вооружение, а также советская техника, отремонтированная и модернизирована из центральноевропейских и восточных стран Европы. То есть то оружие, которым ВСУ уже хорошо умели пользоваться и хорошо были с ним знакомы, а также могли легко обслуживать эту технику. Украина готовила осенние наступления, но летом у Украины начались заканчиваться боеприпасы к артиллерии. Срочно требовалась помощь Запада. Нужно сказать, что у Российской Федерации были такие же проблемы, но различных складов у Российской Федерации было намного больше. И она продолжала свозить боеприпасы со всей России. Война на Донбассе перешла в фазу артиллерийской, на относительно небольшом на протяженности фронте. Россия сконцентрировала все свои запасы артиллерии. Местами по артиллерии российская армия превосходила украинскую в 20 раз и более. То есть на 20 выстрелов в Российской армии украинская могла ответить только одним. Обе страны расходовали советские запасы снарядов. И запасов и стволов у России было намного больше. Украине же требовалась помощь. И Запад ее оказал. Сначала США направили в Украину первые образцы буксируемой артиллерии М-37. Военные ее быстро освоили. Это очень помогло украинской армии, тем более западная артиллерия оказалась намного более точной и дальнобойной. Но ее было слишком мало. К тому же потери были велики. Ведь однображенская РСЗО могла подъехать, сделать залп в предполагаемый участок и быстро скрыться с места пуска. А украинская артиллерия не могла сменить позицию быстро. Отсюда начались масштабные потери. Ситуацию решили поставки западных САУ. М-109 от США, Панцер-2000 от Германии, Польский Краб, Чешская Дана и Сюзанна, Французская Цезарь и многие-многие другие. Страны начали активные поставки этой техники в Украину. Она начала работать на местах фактически круглосуточно. Выработка стволов была очень быстрой и требовалась постоянного ремонта дальше. Кстати говоря, немецкий Панцер-2000 в Украине даже установил рекорд. Если гарантированное использование ствола составляло 4-5 тысяч выстрелов, то украинцы с этой САУ могли сделать более 20 до 25 тысяч выстрелов. И они были более-менее точными и выручали украинскую армию. В общем, САУ помогли восстановить паритет на фронте, дать возможность достойно отвечать противнику. А затем появились первые американские РСЗО «Хаймарс» и МЛРС М-270. Ситуация в корне изменилась. Теперь ВСУ начали очень эффективно и с большей точностью уничтожать российские склады и боеприпасы в тылу армии. Нефтебазы, склады ГСМ, атаковать колонны войск и техники, командные пункты, узлы связи, транспортные узлы и так далее. В общем, началось уничтожение тылового обеспечения российской армии. По отзывам военных, частота и количество обстрелов при фронтовой зоне сразу же снизилась где-то приблизительно на 50% с российской стороны. То есть в половину. Это дало возможности ВСУ сконцентрировать резервы и начать контрнаступать на северо-востоке, в Харьковской области в направлении города Изюм. Россия наступала войсками с Белгорода на Изюм, а потом оттуда пыталась пойти дальше на Донбасс. Окружить донбасскую группировку. Это была цель России. Но в ВСУ начали контрнаступление там и как результат получили полный разгром российской армии в Харьковской области с ее полным освобождением от российского оккупанта. Появились первые сообщения об Изюмском котле и масштабном бегстве российской армии. Нужно сказать, что в Изюме был не совсем котел, там было оперативное окружение, но очень плотное. Это когда все отходы простреливаются, например, артиллерией, но враг с потерями еще может быстро удрать или отступить. Часть военных там, конечно же, попала в котел, была уничтожена или попала в плен. Но большая часть все-таки успели покинуть позиции и отступить. Правда, для этого им пришлось бросить все как есть на местах. Ручное вооружение, пулеметы, автоматы, гранаты, танки, САУ, БМП, боеприпасы и так далее. Все это было просто-напросто брошено прямо на позициях. То есть российская армия настолько быстро и поспешно бежала, что не смогла даже забрать ручное оружие. Или его просто не на чем было вывозить. Появились первые сообщения, что российские солдаты шли пешком многие десятки километров. Кто-то бежал на отобранных у местного населения велосипедах. Кто-то на угнанных авто. А кто-то и вовсе плыв вплав через озера. В общем, российская армия побежала. И побежала массово. Именно это бегство российской армии на России назвали очередным плановым отступлением для так называемой перегруппировки. Вот только они забыли уточнить, что при плановом отступлении оружие и технику не оставляют. А тут все оставили как есть, причем прямо на позициях. Нашли чуток техники. Маскалином оставили. Так, немного десяток танков. В этой пацаны заводят сейчас. После масштабного разгрома на севере Украины, Изюмский котел пополнил вооруженные силы Украины трофейной техникой в значительном количестве. Все тыловые склады уровня целой армии пополнили запасы в РСУ. Получился очередной своеобразный ленд-лиз от России. После отступления российской армии на севере Украины, украинские военные получили огромное количество трофеев как в технике, так и в боеприпасах. А далее Изюмский котел дополнил вооруженные силы Украины танками, боевыми бронированными машинами, значительным количеством боеприпасов. Причем в том числе и для танков. Например, в ИСУ получили танковые управляемые ракеты «Инвар-М», которые могли использовать трофейные российские танки. Были там и российские зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции и многое-многое другое. Вообще ролик про Изюмский котел и трофейную технику, которой пополнились вооруженные силы Украины там, имеется на данном канале. Ссылочка указана в описании под этим видео. В общем, российская армия побежала и оставила все как есть, прямо на позициях. Конечно, что про это могли сказать в российском командовании? Они что-то там начали снова бурчать про какие-то очередные плановые отступления для перегруппировки. Хотя всем уже все было понятно, что российская армия получила угрозу котла и побежала. Именно тогда в ИСУ начали контрнаступать на Востоке. Чтобы не дать возможности российским отступающим, фактически бегущим российским военным, закрепиться на новых рубежах обороны и окопаться там. В Украину еще летом стали прибивать брейлые бронированные машины. Это и автомобильная техника, включающая бронированные грузовики, так и гусеничная легкая бронетехника. Например, М-113. Это гусеничный бронетранспортер армии США. Украина получила значительное количество советских танков после зарубежной модернизации, например, из Польши, Чехии и других стран. Вместе с этим имелось уже некоторое число колесной и легкой бронетехники, хаммеры и грузовые автомобили класса МРАП, поставленные западными союзниками для Украины. Именно ими в ВСУ начали контрнаступать и на запорожском направлении, но техники Украины тогда было мало, а подготовленные резервы планировалось использовать именно на запорожском направлении. Но не успели. Пришла осень, начались дожди, и эту технику стало невозможно использовать, ведь Украина – это край черноземов, и при выпадении осадков они абсолютно непригодны к движению на них какой-либо техники, в том числе и гусеничной. Черноземы по механическому составу – это глина, обогащенная питательными веществами. Размер частичек меньше 0,001 мм. Если на них выпадают осадки, то ехать на такой почве невозможно. К тому же такая почва прилипает на все, что только можно. Любая техника в таких условиях непригодна к использованию. Вся, кроме танков Т-64, ходовая которых была специально создана для таких условий. Этот танк стоит как раз на вооружении украинской армии и является основным. Но ведь одними танками не наступают. Вот, к примеру, как Т-64 тянет на буксире БТР. Представьте себе, что это за условия такие, в которых даже БТР проехать не может. А все потому, что грязь черноземов – это очень сильно вязкая грязь. Благодаря ее мельчайшему механическому составу она липнет ко всему, к чему только можно. А если это пахотные поля, то с выпадением осадков они превращаются в самые настоящие непроходимые трясины. По сути, болота. В таких условиях грузнит даже гусеничная техника. На вооружении украинской армии много Т-72, Т-80 и трофейных российских Т-90. Все эти танки не способны двигаться в таких условиях. Они вообще очень легко грузнут. На черноземах в Распутицу все эти танки стоят. Их невозможно использовать. Такая же ситуация и с западными танками, и с самоходными артиллерийскими установками на их базе, с их ходовой частью. На украинских черноземах их нереально использовать, что доказано на практике. Такую технику можно использовать на черноземах только в сухую погоду, когда, кстати, они очень твердые. А при выпадении осадков размягчаются и превращаются в трясины. На них может двигаться только Т-64. Но их для всей Украины не хватало. Так что с выпадением осадков осенью практически вся техника в Украине, как с российской стороны, так и с украинской, вмиг остановилась. При этом Украина не могла использовать западную технику, чтобы атаковать противника, совершать маневры и так далее. Как итог, началась пехотная война. И в ней у России было значительное преимущество в количестве военных. Чтобы как можно скорее залатать образовавшиеся дырки в обороне после украинского контрнаступления, Россия начала более усиленную мобилизацию и стала кидать мобиков, то есть мобилизованных, прямо на поля даже без подготовки. Просто вывозили в лесопосадку, говорили окапываться там и обороняться. В итоге украинская армия еще, насколько это позволяла погода, атаковала эти позиции и контрнаступала. Но так было недолго. Ведь техникой дальше наступать уже не можно было. В общем, Россия кидала своих солдат, лишь бы сдержать украинское наступление. И параллельно пыталась возводить оборону. Фронт застыл в ожидании весны. Но застыл не совсем верное обозначение. Так как вместо механизированных операций Россия стала применять давно знакомую ей тактику забрасывания шапками. Вооружать их также было нечем. Ведь еще летом Россия стала снимать с хранения вместо основных боевых танков ОБТ. Средние танки, например, Т-62. Нужно сказать, что уже в летне-осеннем украинском контрнаступлении 2022 года вооруженные силы Украины захватили первые трофейные российские советские танки Т-62. Позже, зимой, появятся первые сообщения про снятие с хранения еще более древних танков Т-55. И уже весной они будут замечены в составе российской оккупационной армии на территории Украины. А в конце весны в сеть попали первые видео и фото наличия в российской армии в Украине танков Т-54Б. Обязательно нужно отметить, что именно Т-54 является, по сути, первым послевоенным танком прошлого века, после окончания Второй мировой войны, имеется в виду. Он был принят на вооружение армии в 1946 году, а в 1947 началось его серийное производство. Что тут сказать? Это и называется демилитаризация по-российски. Вместо армат на фронт идут танки 75-летней давности. Если Российская Федерация будет и дальше продолжать войну против Украины, то, скорее всего, мы увидим на полях сражений и такой антиквариат, как Т-34, которыми воевали еще во времена Второй мировой войны. И это далеко не предел. Ведь на фронт стали попадать гаубицы времен Второй мировой войны, а на многих российских КПП появились мобики с винтовками Мосина. То есть винтовками времен позапрошлого столетия. Винтовками, которыми воевали еще в Первую мировую войну. Такая ситуация говорит о том, что демилитаризация России проходит успешно. Агрессор стал переходить на все более древнее оружие советской эпохи. Это очень помогло украинской армии в обороне. Ведь воевать против древней техники намного легче, чем против более современной. А Украина, наоборот, стала вооружаться все большим количеством новейшей западной техники. Украина получила американский гусеничный БТР М-113 в значительных количествах. Потом начались поставки артиллерии, которые стали значительно увеличиваться. Затем российские войска попали в оперативное окружение в городе Херсон и на всем правом берегу реки Днепр. Оперативное окружение в Херсонской области характеризовалось тем, что все мосты были взорваны украинскими военными с помощью РСЗО «Хаймарс». А по паромной переправе вдоль мостов также постоянно носились удары. И армия Российской Федерации на правом берегу была фактически в окружении. Она потеряла свое снабжение. По морю кораблями тоже не вышло, ведь Украина могла потопить любое российское судно. Примером был российский флагман Черноморского флота, непотопляемый ракетный крейсер «Москва». Он был зонтиком противовоздушной обороны, который прикрывал весь российский Черноморский флот в Черном море. И в итоге он познакомился с двумя украинскими противокорабельными ракетами «Нептун» и отправился на усиление подводного флота России. Так что на море флот Российской Федерации уже боялся приближаться к украинским берегам. И российским командованием было принято решение об очередном плановом отступлении российской армии из Херсона и всего правобережья Украины, потому что снабжать эти части и войска там уже не было возможности. Это было начало ноября. ВСУ освободили Херсон, противнику пришлось бежать за реку на левый берег. Тогда Россия еще не успела подготовить оборону на левом берегу Днепра и вооруженные силы Украины могли успеть форсировать реку и закрепиться на левом берегу Херсонской области. Создать условия для дальнейшего наступления там. Чтобы не допустить такого сценария, войска Российской Федерации открыли все шлюзы на Каховской ГЭС и начали спускать воду из Каховского водохранилища по максимуму. Уровень воды в Днепре в Херсонской области значительно повысился. А местность там очень сложная для наведения переправ. Днепр там очень разлогий. Имеется большое количество заплав в болотистой местности заливных лугов. Все это подтапливалось и создавало очень неблагоприятные условия для наведения переправ. Так что в целом затопив эти плавни Днепра, российской армии удалось выиграть время для организации обороны на левом берегу реки. Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической низкой отметки. Слив воды был прекращен и нормализован, ведь началась дождливая осень. К тому же... На тот момент Украина имела еще мало техники и оружия. Легкая бронетехника и БТР теперь могли использоваться только после зимы, когда закончится оттепель. На полях распутится, прекратится. Они подсохнут и по ним можно будет наступать. Образовалась пауза в более чем полгода, потому что весна была затяжная. И еще в конце марта-начале апреля украинские черноземы представляли из себя болото, непроходимую трясину. Поэтому Украина сконцентрировалась на обороне. Технику начали готовить для весеннего наступления. На видео сейчас показывается как раз украинские солдаты, которые едут из Бахмута на ротацию. Это март 2023 года. Нужно сказать, что в начале апреля там была схожая ситуация. Оттепель после значительных снегопадов, которые сразу же таяли. Как видите, черноземы липнут буквально ко всему. Наступать на техники по бездорожью в таких условиях было просто-напросто нереально. Такая же ситуация была и осенью 2022 года, когда начались обильные ливни. Это создало непригодные для наступления техникой условия. Видео подобных непроходимых трясин мы уже показывали ранее. В общем, такая ситуация была по меньшей мере полгода, а то и до 8 месяцев, с октября по май месяц. Сначала дождливая осень, потом переменчивая зима, напоминающая осень, а потом затяжная весна с обильными осадками. Поэтому настал момент, когда все движение техники, минуя дороги на территории юго-востока Украины, было практически невозможным. И вся война с механизированной мобильной превратилась в исключительно пехотную. А также артиллерийскую, где вооруженные силы Украина ждала новое испытание. Это нашествие российских, внеограниченных по количеству пехотных атак. Где россияне не жалели солдат. И даже наоборот, за счет многократного численного превосходства, российская армия хотела наступать и захватить удобные для обороны рубежи. Чтобы занять благоприятные для обороны территории, которые должны были использоваться весной и летом для обороны. От анонсируемого украинского контрнаступления. Так начался новый этап в обороне поселка городского типа под названием Бахмут. И так начался новый этап обороны Украины от российского агрессора-оккупанта. Его небывалых пехотных атак. И именно про него и пойдет речь в нашем следующем видеообзоре, где мы узнаем, как шла оборона Украины осенью, зимой и весной. Как продолжалась демилитаризация Российской Федерации. Как Украина копила резервы для наступления. И как происходила милитаризация Украины. По итогам которой у Украины стало больше танков, чем у российской армии. Узнаем про ракетный террор российских военных против населения Украины. Узнаем, какие потери понесла российская армия в российско-украинской войне. Которые уверенно и неминуемо вели Россию к еще большему поражению в Украине. А на этом позвольте закончить эту часть видеообзора. Следующая будет вам представлена в конечных заставках видео. Также ссылка на нее имеется в описании под видео. Отдельная благодарность автора всем, кто помогает каналу. Ваша помощь очень важна. Ставьте лайк, распространяйте видео в соцсетях, интернете. Пишите комментарии и ожидайте новое интересное и увлекательное видео. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...